Этот праздник ежегодно отмечают более миллиона россиян, носивших в свое время голубые береты и тельняшки, а также те, кто служит в крылатой гвардии в настоящее время. Как в Чебоксарах отпраздновали 88-ю годовщину воздушно-десантных войск, расскажет Оксана Замятина. Дмитрию Бурсову 63 года и прогуливаясь с родными по парку Победы, мужчина с трепетом вспоминает момент, когда, как ему кажется, решилась судьба. Будучи 10-летним мальчиком, Дмитрий увидел, как над лесом десантировали пожарные. Тогда я первый раз увидел десанта, ой, парашютистов этих, сердце замерло. Ну, скромно был, посмотрел, сам себе в мыслях остался, думаю, дай бог вот таким быть. Так и случилось. В армии он стал старшим разведчиком взвода ВДВ и вот уже более 40 лет предан крылатой пехоте. Во время службы прыгали из самолета и с вышки, вспоминает мужчина. Часто ему приходилось делать это первым, и важно было подать пример и не струсить. В таких традициях старается воспитывать детей и в своей семье. Его внучатому племяннику до армии пока далеко, но он уже хочет стать десантником. Я еще маленький, но когда я подрасту, папа меня обещал научить прыгать с парашюта. Душевная и по-настоящему дружеская атмосфера была и на Красной площади. Десантники всех возрастов пришли сюда с семьями и даже домашними животными. День ВДВ для Павла и Ольги Ложкиных уже стал домашней традицией, о которой они не намерены забывать. Сам спрашивают, сам интересуются, как папа прыгал. А с этого года еще хотим начать каждый год, начинается прыжком с парашютом. Сегодня в 5 утра поехали и я прыгнул с парашютом. Все семьей наблюдали. Папа прыгает, ручкой машет. Традицию прыгать с парашютом поддержали сегодня не только в аэроклубе. Лозунги «За ВДВ» и «Никто, кроме нас» звучали и на «Волге». Крылатая пехота десантировала прямо в воду. Это у меня был 56-й прыжок, который мы успешно выполнили. На воду это 11-й прыжок. Наверное, не хватает адреналина. Каждый год ждешь 2 августа, чтобы прыгнуть, почувствовать вот эти ощущения, когда тебя обхватывают лямки парашюта. У Юрия Гаврилова из Ядрина за плечами службы в десанте. Вспоминая о своем первом боевом крещении, он говорит, из-за ожидания неизвестности мало что понял. Зато запомнились все последующие прыжки. Самый страшный прыжок это было для меня второе. Так как уже осознанно я шел, я понимал, как, чего, к чему. Для меня страшный прыжок был второй. А сейчас, на данный момент, 15 прыжок сегодня совершил. Сейчас меня на борт уже тянет. Радость, адреналин, гордость за воздушные десантные войска. Боевое братство ВДВ навсегда уверены представители крылатой пехоты, а также преемственность поколений добавляет Юрий Гаврилов. Он гордится отцом-десантником и надеется на продолжение этой традиции в своей семье. Оксана Замятина, Елена Дмитриева, Семен Антонов, Владимир Синдеев, Вести Чебоксары.